Устал получать один ширп в CSGO? Представляем вам абсолютно новый международный магазин кейсов ТОП СКИН! Совершенно новый проект, который даёт возможность не только получить дорогие скины, но и заработать! Создавай свои кейсы и получай 10% отчислений на свой баланс с каждого открытия! Также масса крутых акций и подарков для игроков! Полная прозрачность сайта, вплоть до открытого просмотра трейдов бота! Огромное количество положительных отзывов на ютубе! Сайт рассчитан как на русскую, так и на зарубежную аудиторию! Все ссылки будут в описании! Школа! Я эту тему поднимаю уже не первый раз, раз в третий, наверное! Но это нужно! Нужно потому, что в последнее время меня вот эти эмоции, воспоминания про это дивное время просто переполняют! И вот как бы поэтому я решил сделать ещё одно видео! Только знаете, я не поменял свою позицию! Я не хочу возвращаться в эти замечательные школьные времена! Но при этом я туда хочу вернуться! Подойти к учителям и поговорить с ними о том, чего я достиг и чего не достиг! Даже знаете, скажу более прямо! Я просто хочу повыпендриваться! Дело в том, что в школе, в которой я учился, была очень интересная система! Были любимчики и их зачастую продвигали! Продвигали их таланты, продвигали их медийность в школе, да, там было типа такого! И это для меня до сих пор странно! Я все свои классы закончил не в общеобразовательном учебном заведении! Я последние 4 года, которые почему-то мне больше всего и запомнились, они были в ЧОУ, частное образовательное учреждение! Короче, я платил за обучение! Что означает частная школа? Это значит, что там будет хорошее обучение, и следовательно, хорошие преподаватели! Ну, наверное, некоторые из вас воскликнут и скажут, Максим, так в обычных школах тоже есть хорошие преподаватели, хорошие педагоги, но... не совсем! Но вот в этом случае, на самом деле, как рулетка! Если у вас в школе насчет основных предметов только нормальные преподаватели, я вас поздравляю! Когда я учился в общеобразовательных, у меня там было не так! Об этих преподавателях мы поговорим позже, но для начала вернемся к ЧОУ! Вы, наверное, подумали, что платная школа это пипецко классно! Это такой маленький мир, в котором тебя обучают и делают, ну, гением, не знаю! Да, по сути, все так, но давайте немножко копнем поглубже! К примеру, в моей школе, в которой я учился, обучение стоило 10 тысяч рублей в месяц! Но за 4 года моего обучения цена постоянно повышалась! То на 500 рублей, то на 1000, что-то было незаметно, но она повышалась! И вот, спустя огромное количество времени, я у людей, которые сейчас там учатся, спросил, А сколько стоит их обучение? На что они мне и ответили! 20 тысяч рублей! Сказать, что я немного охерел, это ничего не сказать! Понимаете, у нас в России у некоторых зарплата меньше! И давайте вместе просто поразмыслим насчет платных школ! Что в них такого необычайного? Уклон на активность, про то, что я говорил вам в самом начале, типа развития медийности внутри! Но давайте будем честны, ученикам, которым реально важна активность в школе, ну, их мало! Но из-за того, что их мало, в таких школах они становятся любимчиками! Лидерами класса, так сказать! Только по факту, лидерами класса они не являются! Это, знаете, что-то на уровне, а слушай, ты самый активный, выходи, ты будешь вести! И к этому классному парню, который, казалось бы, наш лидер, добавляют других ребят, они его поддерживают! И на самом деле, являет всего практически опорой! И в результате, на выступлении он выглядит неплохо, просто потому, что его поддержал класс! Который ты особенно и не хотел! Только вот ирония, все лавры идут ему! И вот, хочу напомнить, платят все одинаково, только почему-то в случае таких активностей, получает лавры лишь один! У нас такое часто бывало, у нас, наверное, реально классных таких медийных чуваков в классе было 2-3 человека! И во всех их активностях, рэп-клипах, я даже показывал как-то на своем стриме! Можете поискать в ютубе, это не самое лучшее, что есть на свете! Нас во всем этом заставляли участвовать! Именно заставляли! А если мы не соглашались, обращались к нашим родителям! Я уже не раз рассказывал вам о том, как я писал объяснительный на уровне, кому это в жопу надо! Да, вы правильно услышали? Родители! В этом-то и прикол! И когда вы учитесь бесплатно, учителя ибут ваших родителей в уши, рассказывая, какие вы плохие! И после этого, возможно, что-нибудь происходит! Ну, к примеру, вас наказывают! Ну, все вот в таком духе! Мне не надо вам объяснять! А вот представьте, что творится в частнообразовательном! Когда человек платит 20 косарей, где-нибудь плохая оценка, позвонили маме, все! Вы хоть представляете, что родители в этом случае сделают своим ребенком? А теперь я раскрою для вас одну очень важную вещь! Я учился и в обычных школах, и в частных! И знаете, в чем отличается методика обучения среди них? Ни в чем! Да, есть некоторые моменты, типа просмотры фильмов, изучение док-материалов, но это такая вот умилотушка! Все равно есть база, и ее изучают! Выходишь в частнообразовательном учреждении, это больше даже не для учеников, это для родителей! Чтобы было больше мотивации следить за своим ребенком! Конечно, я все это гиперболизирую, но самую важную суть-то вы поняли! Но знаете, в чем все-таки частные школы крутищем общеобразовательной? Как я и говорил, учителя намного лучше! Просто как учителя, как люди! Что бы то ни было, потому что все-таки туда выбирают людей, от которых, скажем так, не хотелось бы увидеть зашквары! По крайней мере, странности! Вот, к примеру, в общепрозывательных у нас было дохрена таких! К примеру, у нас был педагог, который очень сильно вонял! Вонял, знаете как? Вот представьте 60-летнюю старуху, которая полностью забыла про свою гигиену! И ладно бы, если бы она просто пахла, она еще сама по себе была, как мразь! Если вот ей хоть что-то скажут, то есть, чтобы понимали, один раз, То есть, она ошиблась, у нас чувак в классе пытался ее поправить, Она такая, в учебниках все неправильно написано, типа, все, сука, это не то! И мы учили просто неправильно! А потом, когда была контрольная, она такая, давайте ее пропустим, тема неинтересная, Чтобы, знаете, нельзя было зачесть! Я не знаю, что с ней сделали за это, но вот спустя столько времени я анализирую и понимаю то, что, ну, Это смешно выглядит! Так вот, как я сказал, она достаточно ЧСВшная, когда ее пытаешься поправить, пытаешься сказать ей, что, типа, ну, вы непонятно объясняете, Она потом будет докапываться до тебя! Вот представьте, вы сидите, пишете что-нибудь, ну, стандартное задание, она проходит по классу, Со своим запахом, да, это было ужасно! И потом подходит именно человеку, который вот что-то ей сказал! Вот встает в позу открытой подмыхи, ну, шо, тебе теперь все понятно, подсказать, и все ближе и ближе нагибается! Я как-то был один раз в такой ситуации, и скажу честно, я после этого вообще ее не спрашивал, не поправлял, я старался все понимать сам! Следующий, так сказать, челик на минималках, именно так я буду называть его, учил моего знакомого, И у него были очень странные и жесткие требования! К примеру, сидит ученица, отличница, после звонка дописывает свою контрольную работу! Как он объяснил, они просто поздно начали, как раз-таки из-за этого преподавателя! В общем, она дописывает, все хорошо, а препод такой, подходит, без слов, без всего, приподнимает парту, то есть, ну, вот берет, вот представьте, парту обычную, поднимает и вот ставит ее вот так вот, чтобы она писать не могла! Я бы еще понял, есть ли какой-нибудь там даун, который списывал на протяжении урока, я бы еще понял! Ну, отличница, сука! И подобных случаев, как он объяснил, дохрена! Но! Его потом уволили! Уволили из-за драки со старшеклассником! Начну издалека! У нас был предмет труда, но у нас он выглядел как раздельный! То есть, был труд для девочек и труд для мальчиков! Кстати, скорее всего, как у большинства из вас! И, как вы понимаете, на руках труда преподавателям, особенно в обычных школах, как-то, ну, похрен на учеников! Ну, окей, если у парней прям следят, следят, там, лобзиком, долбанят по пальцу, это сразу же минус препод, сами понимаете! То у девушек препод куда-то уходит и возвращается! И как-то журнал был у них! И они решили там кое-что подкорректировать! Из девчонок корректировало примерно 5-6 человек! Естественно, потом все об этом узнали, ну, потому что открыли журнал, а там хорошие оценки, одной ручкой написано, в один день, одним почерком, типа... Причем эту хрень разоблачил сам преподаватель по труду, потому что решил поставить какие-то хорошие оценки не другим, и увидел вот это! Ну, естественно, потом эта тема пошла к классному руководителю, нам затеяли, девочки, как вам не стыдно! Но! Одну девчонку не тронули! Сказали то, что, окей, скорее всего, это реально твоя была оценка! Типа, ну, они не поверили то, что вот это может быть она! Как думаете, почему? Она поставила себе тройку! Это самое тупое, что вообще может придумать человек, который будет залезать в журнал! А девчонки начали на нее гнать, что, типа, вот, ты поставила себе тройку, зачем-то, тупая дура, тебя вот не ругают, нас ругают, иди, скажи, что ты тоже! То есть, ну, знаете, такая женская мразотность! Казалось бы, девчонке не хуже, и она сама себе оценку угробила, так еще и... Девчонки, в общем, в нашей школе были мрази! А! Самое-то забавное! Насчет частного образовательного учреждения забыл сказать! В моей школе есть свой канал на ютубе, и там было выступление, типа, у нас юбилей четвертью века, бла-бла-бла, и показывали, куда выпускники вообще отправлялись! И там были абсолютно разные места! Дубай, Токио, Париж, Лондон, Москва, Питер! То есть, типа, наши ученики едут абсолютно в разные места учиться, продолжать свою жизнь, и даже в таких местах, как, типа, Дубай, живут после нашей школы, типа, все так классно! Казалось бы, да, вас научили чему-то, и вы уехали вот в ЕГЭ, написали классно, вас же к этому школа готовят именно, и вы после этого поняли то, что вот вам путь в другие страны! Почему многие ученики из этой школы отправлялись за границу? Потому что они такие умные! Ну, они неплохо написали ЕГЭ, наверное, да, они умные! Только думать этого достаточно, почему тогда каждый второй из обычной школы не едет, например, учиться в Лондон? Так почему в этой школе почти каждый раз из каждого выпуска едут по несколько человек, даже полкласса? В чем же дело? Ах, да, я забыл. В этой же школе учатся дети богатых родителей. Но, как бы это все было не иронично, учеба все равно нужна, где бы ты ни был. Базовые знания это самое важное, а вот то, что делать после средней школы, решать только тебе, чувак.